Уровень подготовки подразделений оставляет желать лучшего. Это самое главное. Боевые подразделения, помимо того, что должны заниматься боевой подготовкой, занимаются строевой подготовкой, занимаются изучением уставов, несением нарядов, караульной службы непонятного характера, охраной грузов непонятного характера, непонятно кому предназначающихся. Помимо того, что Укропы и украинская армия все вместе взятые, сейчас занимаются активной боевой подготовкой, последние боевые действия показывают уровень боевой подготовки как достойный, наши занимаются строевой подготовкой. Помимо того, что сейчас здесь, в Донбассе, вместо того, чтобы заниматься вопросами, опять-таки, боевых действий, мы начинаем заниматься вопросами бизнеса, выдачи номеров, которые нигде не действуют. Зачем? Хотелось бы узнать о нашей власти, зачем мы этим занимаемся? Кому нужны эти номера? Кому нужна строевая подготовка? Вы, люди, собираетесь посылать ровными по порядкам и строевым шагам на фронт? Или как? В данный момент времени разогнали все, ну, большинство боеспособных подразделений. Остались только именитые, скажем так, именитые, которые людей совершенно своих не жалеют. Последние бои опять это подтверждают. Мы скрываем свои потери, чтобы не было стыдно потом за то, что сколько людей мы погубили просто так. Просто так легли, ребята. И та же самая Маринка последняя это доказывает. Да любые бои, которые в последнее время происходили, это доказывают и подтверждают. Мы кладем людей пачками. Ради чего? Ради того, что кому-то просто в лень заниматься их обучением? Нет. Я вам отвечу на этот вопрос. Заранее отвечу. Потому что просто не нужны никому боевые подразделения. Потому что нужна куча мяса, которым будем закидывать укропов. Огромная куча мяса. Людей посылаете в атаки по минным полям уже. Доходит до такого. На встречу четырем утесам. Я был ни в одном подразделении и видел ни одного командира. Вы раздаете офицерские звания людям, которые этих званий не то что недостойны. Они даже не подозревают о том, как вести тактику боя среднего подразделения по своим размерам. То есть роты и так далее. Начальники штабов и батальонов это люди, которые от тактики так же далеки, как звездочеты. И вы раздаете им звания. Вы пересадили всех на военные билеты, но никого не пересадили на тактику нормальных подразделений. Никто ничего не знает. Никто не знает ни как окопаться, ни как даже выкопать правильно окоп. Нету никого нормальных. Ни артиллеристов. Артиллеристы стреляют в поля. Кладут в поля. Снайперы, меткие стрелки. То же самое. Зато хорошо подготовленные укропы. Стреляют метко, бьют метко. И от двухсотовут наших ребят. Если вам их не жалко, кому должно быть их жалко? Людей привозят в больницы пачками. Никто об этом не говорит. Всем на это наплевать. И кто будет за эту землю сражаться? Вот мы сюда приехали. Мы русские, да. Мы приехали сюда. Мы из России. И что дальше? Мы здесь одни будем воевать? Без вас? Вы на нас уже положили. За то время, которое я нахожусь здесь, ни копейки, ни руки никто не протянул. Быка, что нашли? Наша. Провиант, что нашли? Наш. Все. Снабжение не то, что хромает, оно отсутствует. Боевые подразделения, которые вы отправляете на фронт, они находятся без снабжения. То, что вы посылаете пацанам гречку, едьте, сядьте в окоп и похавайте гречку. Я посмотрю на вас. Долго вы там продержитесь? Нет? На одной гречке. Не стоит делать упора на том, что командиров надо назначать по принципу, кто больше подчиняется, тот больше командир. Надо переставать бояться людей, которые вольные, которые смелые и упорные, и которые что-то хотя бы соображают. К вопросу подбора кадров надо подходить более ответственно, а не методам анкет и психологических тестов. Надо ставить людей, которые соображают в военном деле. Это изначально исходить из этого. Далее. Вопросы со снабжением надо решать. И решать кардинальным образом. Перестаньте заглядывать в свои карманы. Загляните в карманы своих солдат. Они не получают ничего. Даже патронов. Людей на стрельбы свозить некому. А если есть кому, даже если появилась где-то солярка, либо бензин, чтобы их свозить, нету быка. Они стрелять не умеют. Займитесь их обучением. Выделите БК, выделите ГСМ, выделите инструкторов. Если нет, то обратитесь, мы их дадим вам, этих инструкторов. Перестаньте заниматься вот этой эпидерсией и политическим анонизмом в сторону государства. У нас сейчас идет война. Мы все об этом забыли. Вы занимаетесь не войной, вы начинаете заниматься политикой. Паспорта, номера, вся эта бюрократия и бумажки, они нахрен никому не нужны. Вы эти бумажки укропом не придявите в ответ на артиллерийские обстрелы. 152-й гаубице насрать, какие у вас номера. Занимайтесь войной. Смотрите больше на карты и думайте о том, как вы собираетесь положить своих людей. Хотя бы задумывайтесь над этим. Хотя бы просто задумывайтесь, а не в тупую посылайте их в бойню. Но если ситуация не изменится, в противном случае произойдет один финальный итог. Для нас всех. Донецк будет отрезан. Группировка, которая сейчас направлена на Донецк и сосредоточена напротив Донецка, уже насчитывает порядка 50-60 тысяч противников. И соответственно, когда они сюда зайдут, это будет не то, что в прошлом году. Если бы они зашли сюда в прошлом году, они бы, может, еще думали, кого-то резать или нет. Сейчас они перережут всех. Детей, женщин, стариков. И особенно они перережут тех, которые сейчас, во время боевых действий, ходят и пьют пиво, наслаждаясь своей жизнью, пока мы едем на боевые. Что меня особенно радует? Когда молодые, 18-летние, необстрелянные пацаны едут на боевые, а жлобы по 26 лет выходят с сигаретами и с пивом и спрашивают, ну что там, скоро война закончится? Нет, война закончится тогда, когда вы на фронт поедете. Вот тогда война закончится. Вот тогда будет победа. А пока вы сидите, ни хрена не делайте, она не закончится. Люди будут умирать. И рано или поздно это дойдет и до вас. В том числе для тех, кто облечен властью. Если она не изменит свои позиции по отношению к своим воинам. Нам это тоже все опостылило. Мы не будем здесь сидеть просто так. Вы не даете нам воевать с этим перемирием. Мы не будем сидеть и на это все смотреть. Либо мы будем воевать, либо мы вообще отсюда уедем. Разгребайте здесь сами. А мы посмотрим, как у вас это будет получаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok